Сейчас на улице Пушкинской я покажу вам, почему именно в этом месте самокат приехал собаку и что нужно делать. Ну, во-первых, тут довольно интересно, уже сделано. Посмотрите. Впереди кто-то просто разместил лавки поперек тротуара. Ну, решение такое себе, но после вот известного инцидента вполне. Но почему люди не поехали по велодорожке, что этому мешает? А мешает то, что велодорожка сделана не по проекту, она вообще никак не сделана, она просто нарисована краской на тротуаре. И конкретно в этом месте намного проще ехать по пешеходной части, чем по велодорожке. Я вам сейчас это покажу, продемонстрирую. Вообще, вообще с электросамокатами и велосипедами все довольно просто. Люди научились, люди поняли, где разметка, где можно и ходить, где нельзя. Но есть же такие, которые самокат увидели в первый раз и решили попробовать прокатиться на нем. Они не умеют ни разгоняться, ни тормозить. Они вот просто, просто кайфуют. И этот аттракцион им еще стоит 6 рублей минута. Представляете, это очень дорого. Вот, и они поэтому пытаются кататься быстрее, чтобы все попробовать. Вот смотрите, да, что здесь, велодорожка, да, по которой ходят пешеходы. Ну, это же нарушение правил. Мы должны оштрафовать пешеходов здесь, получается, да, которые здесь ходят. А по-другому, как не ходить, если тут находится ресторан один, ресторан второй, летние веранды. Тут постоянно огромное количество посетителей и толпы людей ходят по велодорожке. Что же делать? А ничего не делать, надо делать по проекту было. А проект предполагает строительство велодорожек в створе зеленых насаждений. То есть у нас широченная улица Пушкинская, где несколько рядов деревьев и огромный промежуток между деревьями. То есть мы можем спокойно сделать безопасную инфраструктуру, по которой никто не будет ходить. И самокатчики никого не будут доить. Но, видите, что произошло, да? Вместо того, чтобы потратить немножко денег, да, на маршрут между деревьями, может быть, тут какие-то кустарники пришлось бы вырубить, не суть страшно. Администрация города размещает здесь веранды для ресторанов, а людей заставляет ходить вместе с велосипедами и самокатами. Вот если меня здесь собьет самокат, я вообще жаловаться не имею права, потому что я вышел на велодорожку. Понимаете? То есть если здесь кого-то будут сбивать, жаловаться бесполезно. Но и электросамокату не очень удобно ездить. Поэтому мы знаем, мы видим, что особенно начинающие, да, как бы пользователи электросамокатов, пользователи самоката-прокатов, вот, они едут по центральной части и по южной части, где, в принципе, они ехать не должны, где вот гуляют люди с детьми, с собачками. И вот, соответственно, у нас происходят наезды. Все очень просто. Надо заставлять администрацию, Лагвиненко конкретно, делать по-нормальному. Потому что не по-нормальному получается вот как получается.